Новая трагедия в российском шоу-бизнесе омрачила это утро. Вслед за Геннадием Юхтяным и Борисом Невзоровым сегодня в 8 утра скончался легендарный российский актер, режиссер и певец. Великого актера обнаружили родственники в его собственной квартире. Российский маэстро как будто предчувствовал свою гибель и за несколько недель до трагедии составил завещание. По словам друзей, актер жил один, хоть и имел родственников. Третий год он страдал редкой и неизлечимой болезнью. Последние месяцы жизни великого мэтра мучили галлюцинации и панические атаки. За несколько недель до смерти актеру стало плохо прямо на сцене Большого театра. Коллеги хотели прекратить спектакль, но актер отказался и мужественно отыграл роль до конца. Легендарный артист был близким другом Никиты Михалкова, Леонида Куравлева и Бориса Невзорова. Помимо творческих успехов, актер был очень добрым человеком. По сведениям прессы, почти все свое состояние легендарный актер завещал детскому дому и фонду по уходу за домашними животными. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования близким актера и пообещал лично побывать на похоронах замечательного артиста. В результате долгой и продолжительной болезни ушел из жизни замечательный советский и российский актер, народный артист России 73-летний Олег Вавилов. Олег Вавилов является главным героем фильмов «Кабачок 13 стульев», «Уникитских ворот», «Сфера», «Странная женщина», «Глаз Божий». Всю свою жизнь он проработал в театре драмы и кино. Последние годы работал в театре сатиры.